итак пошла жара куздаро бандиты с вами амнезия и добро пожаловать на новый ролик по игрушке авто чест мобайл сегодня мы будем продолжать продолжать играть с ботами ребят и хотелось бы сегодняшнем видеоролике выйти в рыцарей но это понимаю нам придется выходить в гоблинов ну посмотрим как получится в итоге это уже второй дубль первый дубль немножко не получился у меня связи с непредвиденными обстоятельствами неплохая игра была и люди вроде бы а и попались адекватные не такие как прошлых видеороликах и нам выпадает морозный рыцарь а кб трейдер и небесный повелитель а как локверк но сейчас мы с вами ставим к локверка так как мы будем выходить в ранний баф механизмов и гоблиносов так как это самый сильный начальный баф в игре по крайней мере по моему мнению можно выходить через гоблиносов механизмов в инстриг ранний но так как это не моя стратегия то я даже не знаю говорится будем смотреть и исходить из того что нам выпадает но вообще идея данного видеоролика заключалась в том что хотел собрать себе рыцарей ребят нам приходит элементарь эльф воин и хантер вроде короче не важно ничего ничего нам нужного не приходит карты неплохие конечно тем более морфлинг могли пойти уже через элементарь но думаю следующих уже видеороликах пока что остановимся на рыцарях или на гоблинах но с лесными монстрами мы справляемся вообще на изи значит услышал я пару часов назад о том что вал готовят свою игру карточную ой карточную шахватную игру независимо от разработчиков авточест мобайл и и ребят собираются у нас баф гоблиносов убираем мы батрайдера на старого уровня ребят но я думаю баф гоблиноса будет посерьезней называется что-то там оверлорд если я не ошибаюсь дота оверлорд если вы хотите чтобы я когда игра появилась плей маркете или даже не в плей маркете но где-то появилась доступная для скачивания затестил ее то ставьте лайки пишите комментарии амнезия крутой что-то в таком роде сразу два хикса получил лицо но клокверк расстрелял ребят и пока что у нас единственные 100 хп из всех восьми людей приходит еще один бэтрайдер гоблинос пока что я понятия ребят не имею что нам можно собрать 4 и поставим еще одного клокверка хотя нет дэмэджа будет больше от тинкероса и немножко сместим их правую сторону поменяем с бэтрайдером чтобы набивал наш с левой стороны тинкер быстрее энергию так это что-то непонятное у чувака на самом деле сборочка против рыцарей рыцари воины и гоблины три в одном ребят но тем не менее мы его с легкостью побеждаем еще если бэтрайдер начал терять хп он бы еще больше дамажить стал и ребят ну смотрим на ранги это кстати ранговая игра но все пешки первые думаю что-то такое странное и непонятное опять но ребят мы с вами сидим при деньгах ничего нам не выпадает ролять нельзя пока что сидим на винстрики все принципе неплохо складывается главное чтобы самый правый тинкер успел давать свой прокаст это очень важно если он не даст свой прокаст возможно мы даже можем и проиграть посмотрим что люди собираются вижу тут троллей гоблинов и что-то наподобие рыцарей у двух ну такое очень-очень слабо верится так кинул бумеранг наш баунти хантер но очень большой дамаг наносит наш наш клокверк и мы эту игру вытаскиваем практически без проблем надеемся что сейчас можем кого-нибудь прокачать или словить потому что артефакт у нас приходит к нам небесный повелитель и все-таки склоняясь к тому что в этой игре мы будем выходить в гоблина все таки гоблинам будет посвящена эта серия так что ставьте лайки если хотите увидеть в дальнейшем и рыцарей ну а пока что так хотя все еще может быть возможно нам придут карты но пока что нам приходят только ассасины природы и маги как раз то что нам совершенно не надо опять очень странный челик какой-то с четырьмя персонажами хотя он зарезает наших как мы все равно сейчас даст баунти хантер нет баунти хантера к сожалению не дал бумеранг но топ-1 дэмэдж дилер у нас наш клокверк 100 урона с руки но за счет его умения за счет его батареек он наносит просто бешеный урон еще попутно сбивая скиллы врагам так что ребят берите на вооружение эту карту очень сильная в начальной стадии игры так приходит к нам клокверк и можем поставить еще одного ассасина думаю просто жесть ребят если честно даже не знаю что делать а я так я так взял нет я хотел поставить сварка ну пусть будет почему бы и нет больше мы ничего собрать пока мисс не можем не баф ассасинов ничего но будем в этой игре выходить через через гоблинов раз уже решили так тут под бафами странный кита баф и даже не знаю что это такое на эльфов похоже но вряд ли вряд ли вряд ли баф эльфов собирается с трех персонажей они с двух так что мы тоже легко побеждаем так что там вообще челики наши ну деньги вроде тратят 4 левел и все странные ребята возможно очередняя ракатка против бота но ничего бота в кому-то тоже выигрывать надо так приходит к нам рыцаря да ребят ставим его на поле вместо сварка и собираем баф рыцарей неплохо демон появляется идем пока 50 на 50 ну 65 на 45 еще велика вероятность того что все-таки выйду я в рыцаре тем более 26 монет и гоблиносами играть немного потяжелее чем рыцарями ну и так солидно солидно сложнее играть хочу сказать ну тут уже дамажит нормально второй тимбер ребят дает рассказ ухты можем проиграть нет хороший рассказ дает наш тинкер убивает вином а вином закастовать свой ультимейт не может и мы побеждаем этой игре все-таки ребят против рили челиков играем уже более-менее не но не как-то одинаково уровень прокачивает ты мне настораживает у всех разом 5 стал что-то непонятно ладно ладно будем считать что это реальные челики качаем уровень и роляем роляем потому что куда нам девать деньги выпадает нам ранний тролль вот так ребят ранний тролль продаем чтобы забрать шмотки ставим обратно и тролли запихиваем шмотки на домах и на дебаф брони и сейчас будем воевать против големов думаю вообще без проблем их единые проблемы их изничтожим и ждем все таки прихода шамана в нашу руку в наш стол чтобы давать дополнительную скорость атаки троллю 35 процентов надеюсь все будет окей телефончик дотянет дотянет до конца видеоролика и приходит нам люкан бесполезно абсолютно ну роляем что делать это конечно неправильно никогда не не повторяйте то что я делаю на данный момент ну просто деньги некуда реально вот приходит нам шаман и прокачиваем 7 уровень в инкам выходить нет смысла думаю ха стоп так у нас уже был баф от батрайдера ну ладно ничего я просто не знаю чтобы батрайдер это как тролль считается ледника ледника называется здесь так это у нас что такое миша магическое сопротивление давайте поставим поставим шаману потому что касочки его летают акович доктор будем ожидать ожидать следующий следующего круга так приходит нам еще один батрайдер все роли больше пока мы с ним будем скоро у нас третий батрайдера но нужно собирать баф рыцари ребят потому что люди люди у нас так 5 и 5 все 5 не ну тут пассивы пассивные игроки в авто чесного пассивные игроки попадаются ну чё то прокачивают деньги у всех примерно одинаковые прокачка тоже короче будем считать что это пати так это не я ребят вот это я вносим мы челика 8 побед подряд неплохо ну батрайдер танковал там наносил дэмэдж какой-то нереальный я прям вангую на маленьких хп кстати всегда было интересно что ладно потом прочитаю вот веномансер приходит давайте возьмем веномансера вдруг что все таки передумаю и начну выходить гоблина веномансер это одна из самых сильных карт в игре за счет его химической ярости такие дела очень много дэмэджа такие хп у него достаточно ребят так так попадаемся мы против природы рыцарей тоже без проблем ее вносим короче я понял надо немного прокачать в топ аккаунт чтобы попадались противники посильнее и был какой-то интерес играть но я же вам стратегии показываю правильно поэтому думаю это пока не важно так нам выпадает рыцарь рыцарь темной луны даже не знал как он называется если сейчас так ну приходится разбивать баф баф гоблина вам не нужен и ставить рыцаря пока что не будем коробочку делать выходим в инкам до 60 монет и начинаем жестко ралять и убивать персонажей не ну тут я уже думаю без проблем выйдем в рыцаря уже нет смысла держать гоблина если что продадим хотя пока я необходимости большой в этом не вижу нельзя тебе победила 10 раз подряд неплохо и аса побеждает 8 раз подряд неплохо тоже что там аса собирает аса собирает у нас непонятно что ассасинов ассасинов мага ледника этого леона и что то этого тимбера такая интересная колода у него так приходит нам второй тролль ака берсерк и нам нужен еще один тролль для того чтобы просто разрывать всем лицо так волк сейчас очередная расстановка против волков ставлю тинкера назад объясняю почему потому что 1000 хп нам главное чтоб тинкер успел дать свой скилл а там уже не важно потому что демаджа он наносит хотя 90 демаджа но с его скоростью атаки ребят пусть лучше быстрее сдохнет как по мне а ну отойди братан так щиты не очень хорошие прокают но тролль магический кристалл выпадает нам тролль вот видите вот в этом и заключалась постановка моего тинкера он просто выдал демадж тот который должен был выдать и вышел в топ 1 по нетверсу все продаем этих продаем этих гоблиносов чтобы быстрее выйти в инкам даем камешек нашему многоуважаемому вич доктору и дополнительную броню давайте дополнительную броню дадим цк выстроим обратно нашу эмбо стратегию и сейчас будем ролять ребят так там дк так и нападаем на осу ну тут уже оса терпит поражение от нас ее второй шаман уже не спасает даже не дали дать ему скил такие дела так 66 монет ну уровень не вижу смысла качать поэтому дум есть ну дума нет смысла брать то что у нас еще с рыцарями туго ребят роляем роляем еще один рыцарь выпадает отлично думаю продадим клокверка потому что тинкер все таки демадж наносит и поставим четвертый баф рыцарей 50 монет сейчас если выиграем супер опять же много голды будет и щит щит ребят активировался у нас на цк и думаю без проблем побеждаем да еще там тинкер рассказ дал и все все становится на свои места топ 1 демадж дилер у нас строль и все становится просто прекрасно так все давайте продолжим ролять и убивать легендарки так шаман шаман у нас уже второй т2 выпадает нам еще один рыцарь еще раз он выпадает и больше ролять пока не будем сидим на нкм 50 монет чтоб 5 бонусных монеточек забирать ну хотя в этом я большого смысла если честно никак не вижу потому что мы и так с хуй выиграем эту игру так там тролль тролль то есть это какие-то какие-то эльфы рыцари тролли понятно так и ну неплохо почти тинкера продамажит 900 урона его т2 шаман нанес у него тут куча куча персонажей стоит блин интересно что будет если он все-таки соберет свои карты все там будет поинтересней так там что два а то антимах был а окей тогда понимаю так-то и роляем ребят выпадает нам chaos knight становится он 2 уровня еще раз роляем выпадает нам этот челик придется отказаться от им hasta итак попадаем всем планет немножко другой чувак но все равно в эльфов собирается отказаться от инкама одной бонусной монеты из-за того что и по нам рыцарь нежить акабадон т2 теперь у нас имеется и продолжаем и доминировать на этой карте 19 минут идет видеоролик все прикольно здесь все записывается приятного просмотра думаю уже сейчас будем потихоньку побеждать побеждать еще несколько прокачаем наших персонажей и пойдем в уровень пойдем уровень не знаю зачем правда нам нужен драгонай так пришла на вторая луна это уже очень круто приходит к нам тролль т2 т2 приходит ой 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 ребят собираем мы с вами еще не собираем ну что ждем уровень и роли на дк нам нужен только драгонайт о и появляется драгонайт не успеваем его поставить и вот так вот выглядит страта рыцари тролли супер много урона как видел о просто в пятерых рыцарей наших активировался двойной щит сейчас они будут тройные сейчас и наших рыцарей вообще будет невозможно пробить и так приходит набраться внешне ну возьмем почему бы нет и восьмой уровень ребят все сейчас покажу вам расстановочку этой стратегии так дк чао снайта ставите сбоку сам он должен получать мало урона и побольше урона сам носить батрайдера в середину дк в середину этих двоих парней сбоку ставите чтобы они максимально получали урона и быстро набивали свои скиллы ну что абадон дает чит а умник захиливает и к тому же всех кто находится в радиусе одной шахматного одного шахматного квадратика получает урон ну а по расстановке дальника смотреть по ситуации кто против вас играть если это какие-то ассасины там одна раста если если воины которые в лицо идут у там раз совершенно другая так что смотрите ребят за этим ну три тролля мы вряд ли успеем собрать а вот луну я думаю у нас есть все шансы так шаман стоит самый первый ближе к центру связано это с тем чтобы он если враги находятся вот здесь куда побежал шахматистом он быстрее начал заряжать свой скилл и тролль стоит перед луной если ассасины все-таки он будет побольше дэмэджа танковать если там еще масочка мон будет то вообще прекрасно головной убор эльфа по возможности давать ну смотря во что вы собираетесь вообще я всегда даю умнику но это раздал мискликнул и дал рыцарю нежити или если вы экспериментатор то давайте драгон на эту все-таки он форму будет выходить наносить очень много урона хотя идем последний по урону потому что без форму у него он урона наносит но очень мало а вот форме это совсем другое дело даже т2 дк это очень грозное оружие так что на свой страх и риск можете давать ему головной убор эльфа а второй даете торль шамана чтобы он быстрее раскастовывал свои кассочки наносил урон и станет персонаж так выпадает на первого легендарка возьмем по приколу уроняем потому что куда нам деньги девать мы уже и так побеждаем в этой игре стопроцентно не приходит нам бэтрайдер просто посмотрите на это до конца роляем просто просто до конца ну бэтрайдера нет приходит неплохо продаем рыцаря нежити и бэтрайдер у нас в принципе 3 уровня еще дк пришел утверждаем а не знаете что все продаем сайт хантера он нам не нужен в принципе в этой сборке и вот так вот выглядит третий бэтрайдер кому было интересно 720p думаете рассмотрите на ролике без проблем хотя первое думаю часов 5 ролик будет в качестве 360 пока youtube его обработать на потом уже можно будет спокойно смотреть так что думаю глаза вы не сломайте при просмотре так 24 раунд и без проблем мы побеждаем челика который старался выходить в рыцарей но у него не вышло так как связло с картами нам больше чем ему и он на данный момент не могу его даже найти ребят где там его дк или надо было ник прочитать ну ладно мы не ищем легких путей ребят так давайте ролик попытаемся найти 2 дк и принципе стратегии у нас собрано нужен еще один драгонайт так приходит на луна давайте возьмем луну и два раза руль нем нет дк нам не приходит к сожалению я так бездумно трачу деньги да что тут уже все понятно а вот он quicks этот челик 54 процента не против гневных зверей мы залетаем но без проблем с ними справляемся комбинируем оружие это кристалли на нашего тролля это очень хорошо т2 тролли так наносит 2000 дэмэджа сейчас он будет наносить еще больше еще серьезный дк нам не приходит тем не менее но ничего мы и так принципе без проблем думаю побеждаем в этой игре 25 минут идет видеоролик принципе следующий видеоролик можно будет снять на основе игры будет в разы в десятки а то и в сотни раз серьезней потому что на основу я уже целый день не заходил то на твинки то как до шахмат руки не доходят немножко все-таки однообразная игра целую неделю не играл тупо без перерыва просыпался играл засыпал просыпался играл засыпал такой таким темпом апнул третьего себе слона ака бишопа и все на этом остановился на стримах то можете чекнуть кстати стримы там играл немного естественно первое место ни разу не занял за три стрима но в этом весь я профессиональный профессиональный как говорится гайдер или как там если что поправьте меня в комментариях кто досмотрит до этого момента видеоролик хотя слабо слава мне верится что кто-то его будет смотреть дольше чем пять минут максимум но ребят если кто-то досмотрел до этого момента можете написать комментарий я не обязательно поставлю на этот коммент лайк так неплохо все топ-4 уже без проблем сейчас посмотрите сколько мне дадут очков рейтинга за эту игру самому если честно интересно так а не приходит пришел ребят вот собственно вот так то стратегия выглядит ничего здесь добавить уже нельзя если вы до данного момента так сказать до 30 раунда восьмого уровня не закончили игру как у соперников еще деньги и жизни и как бы выходили в рыцарей с лустрика а там еще очень слабо карты приходили то лучше не собирайте эту колоду тем более гей на низких на низком рейтинге очень и очень многие люди пользуются ребят так что я вам ее не советую назову ролик самая популярная колода в авточас мобайл просто чтобы визуально выглядели знали как она выглядит и брали если что на вооружение но очень очень она слабая против других более сильных колод каких-нибудь там воинов закрытыми легендарками или с теми же гоблинами которые просто течиса в итоге находят да и магом они тоже очень хорошо отлетают от них из-за того что они своим магическим уроном их щиты пробивают и тролли очень быстро заканчиваются но если вы ребят закачались до восьмого уровня раньше всех у вас все прекрасно вышли через винстрик вам выпадают карты то можете спокойно брать на вооружение колода очень сильная но слишком сильно не увлекайтесь данной вещью потому что она очень очень много приколов содержит с проблем мы побеждаем думаю получим где-то вторую пешку может быть и третью до третью пешку получаем ребят 122 кубка нам прилетела и первый уровень скоро у нас подходит концу что ребята такой получился видеоролик ставьте лайки подписывайтесь на канал